Друзья, сегодня я еще раз понял, что судьбой шутки плохи и что бумеран кармы действительно существует. Вы представляете, сегодня родные блогера Эдварда Билла подтвердили, что ему будут ампутировать левую ногу. Причем это будет сделано уже, может быть, сегодня или завтра в ближайшее время, потому что у него пошло заражение крови. Многие не знают, но последнюю неделю в соцсетях следят за состоянием этого блогера. Дело в том, что три месяца назад он сломал ногу, у него был закрытый перелом. И, возможно, когда он сломал ее, что-то проникло, может быть, какая-то ржавчина или еще что-то, ему вроде бы как перелом этот срастили, все нормально было. Но потом его посадили в тюрьму, потому что он какие-то опять пранки снимал не очень хорошие. Значит, там общественный резонанс это вызвало, его посадили в тюрьму, и в тюрьме ему стало плохо. У него была температура под 40, и вот последние 4-5 дней он находится как бы в станционаре, в больнице, потому что у него пошло заражение крови. Все это время он под конвоем находился с медиками, круглосуточное наблюдение, но медики так и не смогли ничего сделать. Ему расковыряли ногу до такой степени, что у него рано получилось 20 на 20 сантиметров. Здесь я это публиковать не буду, переходите в мой телеграм-канал, там увидите эти заблюренные кадры, потому что без блюра это показывать просто нельзя. И даже вчера ему сделали переливание крови, но даже это не помогло. Гной, вот эта вот вся зараза начинает распространяться, и ему будут в итоге ампутировать левую ступню, но возможно потом и до колена. И вот, друзья, что я хочу сказать. Вот человек, Эдвард Билл, очень такой сложный персонаж, который постоянно вляпывается в какие-то дела. Вспомните, как он чуть не угробил женщину, когда врезался на какой-то трассе, он ехал в Москве в туннеле, по-моему, и врезался на бешеной скорости, ехал на машине, снимал это все на видео, врезался в женщину, и женщина чудом уцелела, но она осталась инвалидом, то есть у нее там сломался позвоночник, ноги, по-моему, тоже, то ли ампутировали, то ли у нее отказали. Он ей потом оплачивал лечение, просидел пару лет в тюрьме, и когда вышел, он сказал, и из тюрьмы писал письма о том, что он сожалеет о содеянном, и он никогда в жизни больше не будет снимать пранки, которые унижают или которые как-то вот людей, можно сказать, ну, в нехорошее состояние вводят. И какое-то время он действительно постарался вот быть нормальным человеком, но опять попал в просаг именно после того, как начал издеваться над людьми. Получается, что судьба ему несколько раз, говорила Эдвард, Эдвард, пожалуйста, не надо. Вот тебе раз предупреждение, в тюрьму посадили. Опять начал делать. Второй раз сказали Эдвард, пожалуйста, не надо. Он раз там женщину чуть не угробил, да, слава богу, что не лишил ее жизни, было бы еще гораздо хуже и для него, и для его семьи, и для всех. Опять ему дала судьба такая Эдвард, пожалуйста, не надо, возвращайся из тюрьмы и будь хорошим человеком. Посылала ему вот эти вот мысли, да, он думал, что будет теперь хорошим человеком. И опять начал снимать пранки, в которых унижает людей. Он надеялся полицейскую форму и со своим товарищем ездил снимать ролики, в котором отбирался, ну, как-то там приставал к людям, которые ездили на самокате. И, видимо, вот думал, что это весело. Но он уже в этот момент снимал пранк, когда у него была больная нога, то есть она у него там плохо срослась, да. Вот, друзья, поэтому действительно бумеран кармы существует. Извините, пожалуйста, может быть, я кого-то этим обижаю. Я не хочу как бы обидеть семью Эдварда Билла или его самого, да, или его поклонников. Просто я на этом примере показываю, что если вам знаки подают судьба, то лучше, наверное, все-таки прислушаться и стараться исправиться. А по сути его получается ни судьба не исправила, ни тюрьма не исправила. И все это от некой безнаказанности. Я надеюсь, что когда у него, может быть, все-таки все обойдется без операции, все будет хорошо, да, и он вот сейчас, когда выйдет потом из больницы, у него все будет хорошо, будет живой, здоровый, полноценный, да. И вот в этот момент, дай бог, чтобы у него все в голове, значит, пазл сошел, что нужно быть все-таки нормальным человеком. Если ты живешь в обществе, вот эти вот пранки, они, конечно, приносят деньги, может быть, приносят какую-то славу, но это дурная слава, это дурное, понимаете, все. Это не очень хорошо. Поэтому, друзья, у меня вот такие вот мысли. Берегите себя, делитесь этим видео, переходите в мой телеграм-канал и не забывайте слушать мои песни на Spotify, добавившись вот на вот эту иконку, перейдя на Spotify, и насладитесь, чтобы у вас не было плохого настроения.